Гукятова Тамара Хаутиевна родилась 1 июня 1938 года. Свою врачебную деятельность начинала в Красновосточной участковой больнице Малокарачаевского района Карачаева-Черкесии, где работала врачом-акушером. За время своей карьеры занимала различные должности – от врача в одной из школ Пятигорска до главного педиатра Управления здравоохранения Минздрава Карачаева-Черкесии. Стояла у истоков зарождения республиканской педиатрии. За свой добросовестный труд имеет звание отличника здравоохранения СССР и заслуженного врача Карачаева-Черкесии. В настоящее время работает заместителем главного врача республиканской многопрофильной детской больницы. Расскажите, почему вы решили стать врачом? Что повлияло на ваш выбор? Начиная с раннего детства, когда мой отец вернулся с войны, очень тяжело раненый, и когда он был в немецком плену в концлагерях, и ему он говорил, что жизнь его спасена была врачами, и что он хотел бы верить свою дочь врачом. Вот оттуда с детства у меня вот это постоянное внушение моего папы, что я должна быть врачом, вот это постоянно у меня было желание, быть врачом и оправдать его надежду. Как проходило ваше обучение? Первый год мне не удалось поступить, я не набрала балла по немецкому языку, потом я вышла замуж, потом я все-таки, чтобы получить образование, все-таки папа мог бы по профессии бухгалтер, я решила в Ростовский финансово-экономический институт поступить на заводчинный факультет, два курса я закончила, моей доченьке старшей уже было годик, я снова поехала, даже два года было, я снова поехала в Ставрополь, и все-таки второй раз, со второй попытки я поступила в медицинский институт, и потом там же у меня после вступительных экзаменов родилась вторая дочь. Фактически я в положении поехала, несмотря ни на какое состояние, обстоятельства, я все-таки попыталась второй раз опять поехать в Ставрополь, и второй раз, конечно, я добрала 16 баллов прекрасно, проходной балл, и я была зачислена. А помните ли вы тот день, какие испытывали эмоции? В тот день я никогда не могу забыть эту дату, это, во-первых, 19 августа 1961 год. В то утро я попала в Ставропольский родильный дом, меня отвела хозяйка. Я не знала о том, что я прошла, не прошла в институт, но я не уезжала из Ставрополя, хотя 16 августа я вступительный экзамен закончила, и я все-таки дожидалась результата. И когда уже находилась в родильном зале, родила вторую девочку, и мне записка, санитарка заносит, записка моя хозяйка, пишет, Томочка, поздравляю тебя с поступлением в институт, ты зачислена. Я шла мимо института, я увидела толпу, раздвинула эту толпу, увидела в первой колонии, что ты зачислена. Я, конечно, была очень рада и разрыдалась прямо на столе. И акушерки, врачи-акушеры, акушерки, все спрашивали, почему вы рыдаете, вы не рады, что у вас вторая дочь. Ну, считая, что у нас, у националов должен быть сын, а у меня вторая дочь родилась. И я говорю, вопрос не в этом, я поступила, говорю, я зачислена в институт и крепко держу эту записку. Они так и не поняли, как эта беременная женщина могла поступить и через два дня родить девочку. И так я, проучившись 6 лет, я на лечебном факультете, тогда не было педиатрического факультета. И, конечно, когда на пятом курсе уже мы проходили педиатрию, конечно, я была увлечена уже педиатрией, уже на кружки ходила, на патронажи, в больницу бегала, сейчас больница имени Филиппского, которая у нас преподавала педиатрию. Они огромный вклад вложили в то, чтобы мы, выпускники, полюбили педиатрию. С чего начиналась ваша практическая деятельность? После института направление получила в облздраводел, когда закончила. И облздраводел, даже не спрашивая согласия, направила в Малый Карачаев. А в Малом Карачаев сказали, поедете в Красный Восток, в участковую больницу. И когда я приехала в Красный Восток, ну, это мое родное село, где я родилась, где я школу закончила, конечно, там моя семья была. Вот. Я начала работать в Красном Востоке. Тогда была такая тенденция, что в участковых больницах на 25-30 коек были 5 родильных коек, 5 педиатрических коек, и остальное все, кто попадал в эту больницу. И, конечно, я с великим удовольствием принимала роды, помогала родоразрешением. Я выхаживала новорожденных, я детей маленьких, этих больных я ложила. Всегда эти педиатрические койки, конечно, больше находилась, приходилось дополнительные койки, дополнительную палату организовать. И 6 лет проработав в Красном Востоке, я решила все-таки уехать и уделить внимание своим дочерям. И когда я в Пятигорск приехала, мне предлагали очень много должностей, учитывая мои специализации, учитывая мои стажи работы, все документы, которые соответствовали. Я сказала, я буду только школьным врачом. Они, конечно, были поражены этим. Почему? Предлагали заведующие женской консультации, предлагали заведующие терапевтическим отделением, и много должностей предлагали, потому что большой, и тогда был большой дефицит в кадрах, особенно в Пятигорске. Я отказалась от всех должностей, потому что мои дети пошли в 9-ю школу города Пятигорска. И мне надо было, в конце концов, 6 лет я их не видела, пока училась, 6 лет я работала день и ночь, и я должна была их, наконец, уделить им внимание, воспитать, дать им соответствующее образование. И я пошла в школу школьным врачом. Когда вы снова вернулись в Карачаево-Черкесию? В Пятигорске я проработала на разных должностях потом, вплоть до главного врача детской больницы объединенной, заведующей детской поликлиникой зам главного врача. И потом все-таки меня уговорили сюда вернуться. Полтора года почти Валентин Алексеевич ходил, писал и приезжал. Но, в конце концов, когда мои девочки уже вышли замуж сюда, уже внуки появились у меня, я посчитала, что посоветовавшись с мужем. Муж не хотел переехать, он 2 года в Пятигорске оставался, не хотел сюда ехать. Говорит, ты все равно вернешься, ты не выдержишь врача врача врача. Но я ради внуков сюда вернулась, ради детей. И я была очень рада. Конечно, работа была очень тяжелая, главным педиатром управления здравоохранения работать. Все надо было начинать с АЗОВ. Но проработала 12,5 лет в Мездраве, когда уже отделились от Ставропольского края, когда не было у нас никакой базы здесь, в Черкесске. Пришлось все это организовывать. Я очень хочу сказать, что при отделе охраны материнства и детства этот отдел очень работоспособный был. Рядом со мной были мои помощники. Главный педиатр – это Крупинова Татьяна Васильевна. Главный акушер-гинеколог Петросян. Рядом со мной были терапевт Шурховецкая. Если бы не весь этот отдел, конечно, ничего бы мы не смогли сделать. Получается, что вы стояли у зарождения республиканской педиатрии. Расскажите, каким образом проходило ее развитие? В 1998-1999 годы учеба всех кадров. В первую очередь надо было с учебы начинать. И мы пригласили в Санкт-Петербургскую педиатрическую академию во главе профессора Цибулькина Эдуарда Кузьмичева. Вся его кафедра сюда выезжала. Мы подготовили за полтора года 8-6 педиатров. Мы подготовили 10 реаниматологов. Мы подготовили неанатологи. Мы начали реконструкцию родильного дома. Мы начали обеспечивать аппаратуры, оборудование, организации реанимационной помощи детям. В четырех районах Санкт-Петербургская академия, ученики Эдуарда Кузьмича Цибулькина, они на рабочие места даже выезжали. Не только теоретически. Они на рабочие места выезжали. В те годы уже были созданы в четырех районах реанимационные отделения. Это в Новокарачаевском районе, в Карачаевске, в Зеленчуке, в Ушивуте. В четырех районах было создано реанимационное отделение для новорожденных в родильном доме. Было реанимационное отделение для беременных, рожениц и родильниц. И самое главное, реанимационно-анестезиологическое отделение при республиканской больнице, потому что у нас не было здесь такой базы. И отделили мы детскую реанимацию от взрослых. И первым организатором этого отделения Туган Ибрагимович Кипкеев. Утро у нас в Минздраве. Рабочий день начинался с восьми, но с полвосьмого я уже, когда заходила в здание правительства, меня уже ждали все мои помощники. Это Туган Ибрагимович, да, Магомед Хасанович Кипкеев, это заведующий детской хирургии. Это такие энтузиасты были. И, конечно, мой отдел, который рядом со мной сидел и все время. И хороший такой координационный совет был создан при Минздраве, куда входили все райпедиатры, все главные специалисты входили. И они, конечно, это с их помощью все было сделано. Вот в 89-м году, в ноябре месяце, я была переведена сюда, в управление здравоохранения. И ушла я в июне 2000-го года с Минздрава. Ушла в детскую поликлинику, да, в городскую детскую поликлинику, с большим удовольствием я туда перешла. Было организовано, когда меня спросил глава города, тогда был Дерев, когда меня спросили, куда вы хотите, начальником горздраводела был Переверзев, молодой Переверзев, не Вадим, а молодой Сергей Переверзев. Когда спросили, куда вы хотите, я говорю, я не хочу никого смещать с должности. Я понимаю, что вы можете предложить должность заведования, все. Я говорю, наверное, давайте организуем отделение специализированной помощи. Когда я анализы, все это, я еще был учебный здраво смотрел, конечно, специалисты, они не имели своего отделения. Только педиатрические отделения были созданы, больше не было. И как бы казалось, что нет единого руководства специалистами детской поликлиники. Я говорю, пожалуйста, организуем специализированное отделение, и говорю, я подтяну эту работу. И туда вошли, значит, хирурги, травматологи вошли, окулисты, кардиологи. Ну, все-все узкие специалисты, лор, все туда в этот отдел вошли. И до 2007 года я руководила этим отделом. Этот отдел был мобильный, этот отдел без единой жалобы проработали вот столько лет. А как вы попали в республиканскую детскую больницу? С Тамарой Ахматиной я знакома с первого дня, когда возвратилась сюда, в Крачево, Черкесию. Она первая из педиатров, пришла со мной знакомиться. Я всегда восхищалась и восхищаюсь сейчас ее любовью к детям, ее профессионализму, ее административной деятельности. И вот мы с ней проработали с 2007 года по сегодняшний день. И вы знаете, лучшего руководителя я бы не хотела иметь, потому что мы это единое звено, единое согласие. Конечно, бывает и разногласие, но это абсолютно нормальные взаимоотношения, потому что всегда прислушиваемся к мнению друг друга, потому что это замечательное сотрудничество. Вы столько лет отдали педиатрической службе. Можно ли сказать, что это не только любовь к самой профессии, но и к детям? Вы знаете, если бы не было этой любви к детям, если бы у меня не было особого отношения к педиатрии, я, наверное, бы столько лет не проработала. Потому что вот заходя сюда, в этот кабинет, мама заходит с больным ребенком. Для меня важно этого ребенка вывести из этого состояния и довести до полного выздоровления. И потом еще многие мамы, многие дети, которые проходят через этот кабинет или на обходах в отделениях, я смотрю, консилиум провожу, это для меня они родными становятся. Телефоны все у меня, мой телефон у всех. Они могут позвонить в любое время дня и ночи, в выходные. Я всегда доступна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова